Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и хочу с вами поделиться информацией по поводу того, какие неприятные вещи иногда происходят, от которых мне, честно говоря, не то чтобы дико неприятно, я бы сказал мне очень сильно противно, что среди нас, ребят, танкистов, есть вот такие вот люди, которые вот так вот поступают. Предисловие очень простое, сразу забегая наперед, нет, это не очередной какой-то хейтер, который чем-то меня зацепил, чем-то сделал мне неприятно, к хейтерам я отношусь более-менее спокойно, ну просто потому, что большинство из них можно только пожалеть, как правило, это люди, которым нечем заняться, им скучно, не с кем пообщаться, и они просто ходят и обгаживают все вокруг, что только можно или нельзя. Я же спокойно отношусь к нормальной конструктивной критике, к нормальным замечаниям и к тому, что необходимо изменить на канале, для того, чтобы всем было интереснее и приятнее смотреть. Так вот, ребят, речь не о хейтерах, речь о том, что буквально вчера в прямом эфире на своем стримчике я разыграл особый пропуск на Battle Pass этого месяца. Разыграл, потому что хотел поделиться радостью от того, что получил пресс-аккаунт от Wargaming и теперь смогу снимать все больше и больше. Кстати, забегая наперед, если вдруг вы хотите поучаствовать в розыгрыше, все очень просто, вы должны быть просто подписаны на мой YouTube канал, смотреть мои видео на канале, писать комментарии и приходить на мои стримы. В принципе, это все, что от вас требуется для того, чтобы участвовать в розыгрыше тех или иных призов. Так вот, ребят, был определен соответствующий победитель. Победителем у нас стал Валера Климов. Парень нормально, спокойно зарегистрировался в розыгрыше, сделал то, что от него требовалось, а именно просто написал слово «Пират» в чате под стримчиком, и программа выбрала именно его как победителя. На удивление, после того, как программа выбрала победителя, 12 Валер Климовых сразу вышло со мной на связь. Ну, помимо самого Валерчика, Валер, привет тебе огромный, свой приз ты обязательно получишь. Что касается всех остальных 11 товарищей, это просто жесть какая-то. Все начали себя выдавать за Валеру Климова. Не знаю, где там совесть находится, но самым наглым оказался вот этот вот товарищ. Он начал писать мне под моими видео по поводу того, что он ждет приз, кому-то его отдал. Я просто написал ему по поводу того, что Валеру Климову приз уже отправлен. Ну, просто понимая, что это мошенник. Но парень решил дальше продолжать гнуть свою линию, начал задалбывать меня сообщениями под моими видосами. И начал писать по поводу того, что я нечестный, что он рассчитывал на мою честность и так далее. Написал свой никнейм, и потом с этого же, ребят, никнейма парень выходит со мной на связь непосредственно через чат игры. Находит меня там, ну и, соответственно, начинает со мной переписку. То, что он дальше писал в этой переписке, это просто жесть какая-то. Сначала он начал меня обвинять в том, что я нечестный и непонятно кому что отдал. Когда я ему написал по поводу того, что 12 человек Валера Климовых вышло со мной на связь, и я определился с помощью истории розыгрыша, кто действительно является победителем. Он начал, ну, по сути, оскорблять меня, унижать, желать мне всего хорошего, в частности, покататься на колесах машины изнутри. Ну, короче говоря, ребят, дошло все до того, что я оказался в итоге еще и лохом. Вот так вот. После того, как я оказался лохом, ну, парень решил еще и переобуться. Мало того, что он сначала сам признал по поводу того, что ладно, ты меня типа раскусил, каждый хочет себе пас, так еще и потом он быстренько переобувается, но только забывает удалить сообщение, которое перед этим он мне писал под моими видосами, и уже под другим никнеймом значатся те же самые сообщения. Я зашел на страничку как на одну, так и на вторую, и обратите внимание, что, в принципе, его, вот это вот, не знаю, как правильно это называется, по-моему, ник дополнительный на ютюбе, да, или адрес электронной почты, вот этот вот юзер дальше по тексту заканчивается на W6Z, он точно так же и остается. Дружище, я, может быть, в чем-то по жизни и был лохом, и где-то кто-то меня прокидывал, но ты будешь далеко не тем, кто это сделает со мной в какой-то из очередных раз. Я не спорю с тем, что можно качественно кого-то обмануть, можно что-то себе поиметь, но ты низкий человек, ты ничего не стоящий, по большому счету. Я надеюсь, что ты это видео смотришь, и ребята, которые смотрят это видео вместе с тобой, они сейчас в комментариях напишут все, что они думают о таких, как ты. Ребят, не стесняйтесь, в выражениях единственное что, не используйте ни цензурную лексику, не используйте мат. Братка, ты пытался обмануть не меня, ты пытался обмануть того человека, который честно победил и рассчитывал получить свой приз. Если бы не моя внимательность, ты бы получил то, на что ты не рассчитывал, точнее не так, то, на что ты не заслуживал, но рассчитывал себе заиметь абсолютно нечестным способом. Ребят, если вы за честность, пытайтесь, пожалуйста, быть честными всегда, и не только на словах. Меня начали обвинять в том, что я продался в ВГ, потому что увидели у меня пресс-аккаунт. Я лучше потеряю этот пресс-аккаунт, я лучше закрою свой YouTube-канал, но я никогда не позволю себе обмануть кого-либо из своих зрителей. Сколько бы тысяч человек меня не смотрели, ни одного из вас я не планирую обманывать. Только лишь потому, что у меня, как минимум, мне на словах есть чувство собственного достоинства, и я перестану сам себя уважать, если я за любую сумму продамся и, по сути, затопчу ногами все те принципы, которые я воспитывал в себе с самого детства. Друзья мои, будьте честными всегда, не пытайтесь обмануть ни один батл-пасс, ни одна игровая ценность, ни один пресс-аккаунт не стоит того, чтобы мы уподобались вот таким людям, как товарищ, который выдавал себя за победителем. Я не знаю, как тебя зовут в настоящей жизни, но я очень сильно надеюсь, что тебя в этой жизни больше никто вообще никуда не позовет. Всех благ тебе, всего хорошего, и отчаливай с миром куда-нибудь в сторону ниже копчика, вид сзади. Друзья мои, я жду вас всех у себя на канале, если вы за честность, подписывайтесь на этот канал, и давайте будем дружить вместе и не пытаться кого-то обманывать в этой жизни. Всего хорошего, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok